Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как помириться с парнем? Мы уже год вместе, было все хорошо до тех пор, пока в моей жизни не появилась старая компания друзей и бывший парень. Моего парня, это взбесило, эта компания тянет меня вниз, я это знаю и чувствую, но просто так прекратить общаться мне тяжело. Куда мне будет идти, если парень бросит? Кто меня поддержит? Кроме них некому. Есть моменты, которые меня в них достали, например, вечные попытки занять денег у меня или пьянки, которые для них не редкосты, но мне нужна была помощь. Мы с моим парнем, оба музыканты, он многому меня учит, как более опытный, но в моей старой компании были тоже музыканты, но не столь серьезные. Он не знает ноты, мой парень доставляет меня заниматься, мне надо быстрее доделать песни, он сказал, что самой придумывается, ладно, я не могу, не получается. Я обратилась за помощью к одному из старой компании, помощи не получила, только выносит мозг, дурацкие рассказы о том, как они что-то там продают. Мой парень не курит и не пьет, я ради него бросил курить, хотя курил из 8 класса и очень его люблю. И он меня любит, но говорит, что я его достала и хочет, чтобы я съехала и пошла в старую компанию. На этой почве у меня обострилось мое хроническое заболевание. Мой парень ведет себя равнодушно. Как помириться? Я не хочу его терять и общаться с теми людьми. Конечно, с ними проще, ведь не надо напрягать мозг, а с ним надо. Я хочу развитие, а не падение. Такой вопрос. На самом деле, я очень рад тому, что такой вопрос был задан. Вот. с одной стороны. И с другой стороны, мне немного грустно от того, что на него всего лишь один ответ. потому что видно и чувствуется, что человек в данном случае на самом деле действительно хочет какого-то развития, хочет открывает открывает для себя какие-то, ну, новые вещи, да, хочет куда-то двигаться, хочет расти. Вот. И на мой взгляд это здорово. На мой взгляд, это прекрасно. прекрасно. Что я вот почувствовал, когда читал ваш рассказ. Ну, пожалуй, в первую очередь я почувствовал то, что да, развиваться развиваться вы может быть и хотите это правда. Но на мой взгляд по крайней мере мне так показалось по вашему тексту, да, на мой взгляд парень от вас требует как будто бы ну, может быть довольно многого или слишком многого или для вас это достаточно как-то вот тяжеловато. То, что он то, чего он от вас требует. То есть человек как бы ну, в своем развитии он наверное все-таки должен следовать какому-то вот своему темпу, да, то есть темпу своего развития темпу ну достижения чего-то. Если этот если этот ПЕМП не соблюдать, вот, то, на мой взгляд, ничего хорошего не получится, вот, как мне видится, если не соблюдать ПЕМП, потому что, ну, если имеется ввиду стараться вот все время, да, там, допустим, как-то вот себя, например, заставлять, да, если вот все время себя как-то вот попалкивать, да, если все время от себя чего-то требовать, то не получится. Вам здесь нужно, в первую очередь, пожалуй, увидеть то, что, ну, как бы, ваше желание расти и развиваться, оно прекрасно, но если вы будете себя заставлять, вот, если вы будете игнорировать свои, ну, свои собственные возможности, вот, если вы будете стараться, что называется, угняться за, там, допустим, пемпом вашего молодого человека, например, вот. То есть этого, как мне, видится, хорошего ничего не выйдет, А выйдет только то, что вы, ну вот, в какой-то степени будете чувствовать себя истощённой, будете чувствовать себя выжатой, как лимон, и в общем и целом удовольствия вам это приносить не будет. Поэтому в том, что вы хотите развиваться, вы большая молодец, вот, в том, что вы хотите развиваться, но очень важно, как мне кажется, самой, стараться видеть для себя цели. Вот. То есть, я чего хочу. Вот. Вот. Мне что нужно? Понимаете, понимаете, да? То есть, вот этот аспект, он достаточно важен. Здесь. Ну, в этом, в этом, в этом смысле. Вот. Вот. Дальше. Вы боитесь, как мне показалось, что... Мужчина вас бросит. Ну, в смысле, вот, ваш молодой человек, да, вас бросит. Вы боитесь. То есть, у вас есть вот такой страх. Ну, не знаю, страх остаться одной, да, и... Убежденность, ну, некоторая убежденность в том, что... Сто процентов вас бросит. Вот. То есть, вы себя обесцениваете, как будто бы, вот, в данном контексте, вы себя обесцениваете. Я думаю, что вот этот аспект, аспект вашей самооценки, необходимо поисследовать и подкорректировать. Ну, пока вы боитесь того, что вас бросят, да, на мой взгляд, ничего хорошего не будет. Потому что вот вы и пишите, да, кто меня поддержит, там, и так далее. Дальше. Мне кажется, что вы обесцениваете себя перед мужчиной своим. И мне кажется, что вам сложно отказать. А людям, да, которых вы, ну, вот, называете своей... Ну, вот, своей старой компании, да, вот. Вам сложно им отказать. То есть, вам сложно им сказать нет. Вам сложно как-то вот вести себя с ними, что называется, ну, более независимо, да, чем, например, вам хотелось бы. Здесь, как мне кажется, история тоже про то, что вы боитесь, что я не от вас выду. То есть, вы боитесь со стороны очень сильно. Это вам мешает, это вас блокирует и не позволяет быть, ну, естественной, да, и, как бы, самой собой в этом смысле. В то же время нет ничего, на мой взгляд, плохого в том, что вы как-то вот тяготите к этим людям, да. То есть, что вам, ну, что вам они нравятся чем-то, вот, что вас они, ну, привлекают чем-то, да, и так далее. То есть, в этом нет ничего плохого. В этом нет ничего ясного. И вы говорите о том, что в вашей жизни появилась старая компания. При этом вы говорите о том, что, ну, как бы, вот, если, там, мой парень меня бросит, то кто меня поддержит? Вот. То есть, предполагается, что появились эти люди все-таки не случайно. Вот. Как, ну, как мне видится, по крайней мере. То есть, эти люди появились не просто так. Они появились, потому что, вероятно, вы этого хотели. Вот. И вы здесь свою ответственность за это, к сожалению, не берете. Вот. То есть, что это происходит? Происходит это, как будто бы вне, ну, вне вашей ответственности, вне того, что вам, там, допустим, ну, самой хотелось бы, вот, или что вам самой, вот, хочется. Вот. То есть, как будто бы вы не контролируете, эм, ситуацию, да, не контролируете свою жизнь. Вот. Дальше. Ну, вы говорите о том, что вам нужно, эээ, быстрее доделать, эээ, песню, вот, и при этом вы говорите о развитии. Так вот, вы говорите, что я хочу развиваться, да, и в то же время вы говорите о том, что вам нужно быстрее доделать, эээ, песню. Так вот, эээ, на мой взгляд, развитие, эээ, в привязке ко времени, то есть, вот, когда нужно, ну, быстрее, как вот вы это, эээ, представляете, когда нужно быстрее это сделать. Развитие, эээ, в привязках ко времени невозможно, то есть, нельзя развиваться, эээ, требуя от себя, ну, условно говоря, вот, эээ, какой-то, ну, какой-то, какой-то, эээ, какой-то быстроты, вот. Это, это нонсенс, к сожалению, вот, поэтому ваше внимание на это, эээ, хочется обратить, вот, чтобы вы их, ну, чтобы вы как-то, вот, эээ, постарались, учитывать. Учитывать, эээ, ну, данный аспект, вот, потому что, это важно. А, уже, как бы, вот, в этом смысле, эээ, вам решать, как поступать дальше. Следующее, вы говорите о том, что ваш парень вас любит, но ведёт себя, как-то, вот, эээ, демонстративно, эээ, демонстративно, равнодушно. А, по, ну, по отношению к вам, эээ, по отношению к вам. Эээ, я хочу, чтобы вы обратили своё внимание на то, что вы говорите, как-бы, за него. То есть вы говорите за него, что он, эээ, ну, что он чувствует. На мой взгляд, это не есть хорошо, когда вы говорите за него, потому что здесь вы начинаете, как-бы, игнорировать. Себя. То есть вместо того, чтобы обращать внимание на то, что происходит с вами, вместо этого вы обращаете внимание на то, как, по вашему мнению, эээ, что-либо происходит. Эээ, ну, с человеком, да? И ничего хорошего для вас в этом быть не может, потому что вы, как-бы, растворяете. Да. Ну, в смысле, вы растворяетесь, как-бы, в, эээ, ну, в, 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 в мужчине, да? Вот, в, в, эээ, эээ, своём партнёре вы растворяет, как-бы, получается. Вот. На мой взгляд, это свидетельствует, в первую очередь, об отсутствии у вас личных границ и склонностей к слиянию. То есть, либо я сливаюсь с своим парнем, либо я сливаюсь с ним, либо я сливаюсь со своей. Старой компании, да? С кем-то, обязательно с кем-то мне нужно слиться в данном случае. Далее, вы говорите о том, что бросили курить с ним и так далее. Нет, конечно, вы молодец, что бросили курить. Смущает только немножечко другое. Вот. Смущает то, что вы бросили курить как-бы с кем-то. То есть, вы бросили курить, ну, может быть, это прозвучит громко, но вы бросили курить радио человека. Вот. То есть, не сами бросили курить, а вот ради человека это сделали. И опять же, ввиду тех нюансов, о которых я говорил, есть основания, предполагать, что таким образом вы увеличиваете свою зависимость просто от, ну, мужчин. И опять же, становитесь еще более, ну, еще более уязвимыми. Вот. К сожалению. Поэтому, я не думаю, что подобный путь является для вас чем-то хорошим. То есть, очень важно смотреть на то, для себя вы делаете то, что делаете или для кого-то. Вот. Потому что есть ощущение такое, что вот растворяется в своем, как-бы, ну, парне. Вот. В своем, даже, может быть, не парне, а вот, знаете как. В своем, ну, может быть, страхе. В своем страхе потерять человека. Вот. Поэтому, мне кажется, что вам нужно работать отдельно над своей автономностью. в этом смысле. Дальше. 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 Так. Как помириться? Спрашиваете вы. Значит, насчет примирения. Я думаю, что важная история здесь заключается в том, что примирение зависит не только от вас, то есть я думаю, что вы не можете в этом смысле вот все брать на себя. И я думаю, что определить как раз вот некие, может быть, границы того, что могу сделать я, чтобы, ну, помириться, вот, определить некие границы того, что может сделать другой человек для этого, вот. Очень важно. То есть, чтобы как раз таки вот соблюдать вот эту вот, условно говоря, ну, границу между вами и вашим партнером. В то же время хочется сказать, что да, ну, в этом смысле. Примирение рассматривается разными людьми по-разному. То есть, кто как его видит. Ну, примирение, в смысле. Вот. То есть, кто видит его как? Просто, вот, переход, переходом общения в какое-то такое вот, ну, привычное, что ли, русло. А кто-то видит его иначе. Кто-то видит Примирение как Вы его знаете Как речения проблемы Какое-то. Для этого проблемы нужно решить, а проблема кроется не только в вас, как это ни парадоксально, но и в молодом человека, потому что в конфликте участвуют оба и ваша задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы определить, где ваша ответственность за то, что происходит, а где ответственность молодого человека, и предложить вот именно предложить какие-то коррекционные действия со своей стороны. Вот. Предполагаю, что молодой человек может этого не одобрить, не оценить, не принять. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Такая вот история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!